Речь подскажите, если же я все-таки закопал монетки под дерево, яблоня, кедр, как аннулировать действие обряда? Аннулировать его несложно, необходимо взять горшок, после чего посадить в него что-нибудь, чтобы выросло. И здесь два варианта. Сказать, пусть то, что я похоронила, вновь зацветет. И после этого, когда что-то вылезет из этого всего, нужно сказать, хоть деньги не проросли, зато проросли цветочки. На этом обряд аннулирован. Вот таким образом. Женя Анисимова. Здравствуйте. Можно ли заламинировать нарисованный талисман? Можно, да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наближается коридор затмений. Что посоветуете делать? Мы, конечно же, в Адвайке, но все же. Если бы человек тотально был связан со звездами и коридорами затмений и всем остальным, то человеку бы жилось очень плохо. Постоянно что-то происходит в нашем космическом пространстве. Я хочу вам сказать, что это у нас уже второй коридор затмений. Первый был, насколько я помню, там 15 мая начался и 10 июня закончился. Сейчас второй коридор затмений. Скажите мне, как повлиял на вас первый коридор затмений? Я хочу вам ответить. Никак не повлиял. То же самое будет происходить и в этот коридор затмений. Живите естественной жизнью. Никаких особых состояний и никаких особых изменений происходить не будет. Как влияют коридоры затмений на человечество? Коридоры затмений на человечество влияют таким образом, как будто происходит апгрейд. То есть новая замена информации и восприятие людей, которые проживают на планете Земля. Каким образом часть информации старой внезапно забывается, новая информация появляется. Какая появится новая информация? Новая информация это информация свободы, радости и так далее. Сейчас хорошее, как ни странно, время. Нет времени падения. Сейчас идет время рассвета. Хоть мы и переживаем такие тяжелые периоды, тем не менее мы еще дождемся, увидим на этой земле и радости, и свет, и здоровья, и детей, и веселья, и везения, и все остальное. Не долго будет длиться еще вот такой ужас, который мы наблюдаем, обязательно это закончится.